У меня есть папа, спросите, какой он? Самый сильный папа, самый храбрый воин. Добрый, умный самый, как мне похвалиться? Папой только с мамой можно поделиться. Папа мой хороший, сердцу дорогой. А еще красивый, ласковый, родной. Папа мой надежный, верный семьянин. И на этом свете у меня один. Папа мой большой ворота. Посмотреть на него непросто. Нужно голову задрать, что привет ему сказать. Садит он меня на плечи и катает целый вечер. Перед сном читает книжки, днем играем в кошки-мышки. Все он может, папа, папа добрый, сильный, очень. Все может, что захочет. Всем секрету открываю, что я папа обожаю. Спасибо. Спасибо, Димон. Я долго готовился, учил текст, очень долго учил. Честное слово. Но, к сожалению, у меня память что-то не сложилась. А сейчас немножечко я хочу показать пару фотографий о себе. Вот здесь вот я очень самостоятельный такой ребенок, одеваю сам носки. Хотя все остальное за меня одевали мои родители. Спасибо им за это большое. Здесь мои родители, соответственно, и я, и моя любимая игрушка. Сейчас у наших детей, да, есть намного интереснее, лучшие игры, игрушки. И им это, наверное, больше нравится. Но вот этот медведь, это первая моя любимая игрушка, которую я до сих пор помню, кстати. О, вот здесь вот мои родители мечтали, что я буду спортсменом. Ну, возможно, я все-таки немножечко достиг и оправдал некоторые их возможности, желания. Ну, соответственно, как и все родители хотели, чтобы их сын пошел в первый класс. И я долго думал, надо ли мне это. И все-таки я пошел. Ну, надеюсь, у меня все получилось. Вырос, слава богу, и первый класс удался. Вот таким я был в первом классе. Так же еще мои родители мечтали, чтобы я был музыкантом. Ну, вот первые мои уроки. Это последующие мои уроки. Я менял очень часто музыкальные инструменты. Но, к сожалению, не получилось. Как настоящий мужчина мне необходимо было добывать пропитание для своей семьи. Ну, вот это попытки мои добыть пищу, рыбу, так сказать. Принести домой. Это мой класс. А он у меня был достаточно большой, дружный. Я их всех помню, люблю. И дай бог нам встретиться как можно скорее. Они большие молодцы. Ну, соответственно, я среди них такой же. Большой молодец. Кстати, спорт. Я не переставал заниматься спортом. Продолжил. И вот первые мои соревнования. Здесь я вот кем-то тут вот в такой позе интересной нахожусь. Ну, главное, что сверху все хорошо. Вот тут даже победил. В общем, у меня все удалось. Получилось. Потом я поступил. Соответственно, да, надо было учиться дальше. Чему-то там достигать нового. Какие-то новые этапы. Вот первый, следующий мой этап. Я поступил в техникум. Вот моя группа. Вот мы вот так вот весело проводили время. Здесь что-то очень странное. Здесь тоже, ну... А, вот меня видно. Я там где-то в центре, посредине, сверху где-то. Вот они там веселые, в общем, ребята были такие. Молодцы. Спасибо им тоже за это большое. Я их всех очень люблю. Моя жизнь, как бы, такая вот очень интересная. Я играю много ролей. И вот одни из них здесь бог Геонидс, по-моему, да, бог виноделия. Это я провожу какие-то митинги здесь. Я тоже что-то какой-то разукрашенный. Ну, нормально, бывает. Я живу, что-то. Разные роли, абсолютно. Здесь меня раздел кто-то. Сам не помню, кто. Ну, ничего. О, ну, это более серьезное. Очень серьезный спектакль. Мне очень понравился. И по отзывам, я думаю, что вам тоже, если вы помните. А вот этого я не помню. Видимо, я, может, был пьян. Я не знаю. Ну, ребенок очень похож на меня. Я думаю, что вы заметите, вы поймете, где я, где мой сын. Вот я справа, да? Димон вот слева. Вот мы приблизительно в одном возрасте мы с ним. Это моя семья. Я очень их люблю. Надежда, моя жена, сын Дмитрий. Знаете, я когда прихожу домой, я вижу свою семью. Я понимаю, что я вернулся в свой дом. В дом, в котором меня ждут, любят. Где жена ждет меня. Приготовила ужин, возможно. А может, даже если не приготовила. Да какая разница? Главное, что она меня ждет, да? Мой сын вернулся с двойкой. Я не знаю, с двойкой, с пятеркой, с оценкой. Конечно, я буду ругаться. Конечно, я буду говорить, какой-то сын у меня как бы не очень, не фонтан. Но, к сожалению, я был, скорее всего, таким же самым. Я также не очень хорошо, возможно, учился в некоторые моменты. Но все же мне не помешало это стать. Стать человеком. Я считаю неплохим человеком. Ну, это время покажет, правда, да? Вот выйти на эту сцену. Поэтому я его не сильно ругаю. Хотя я ругаю. Ну, честно, я его ругаю. И у меня еще такое, знаете, вот как... Когда происходят какие-то проблемы в жизни, да? Мы вспоминаем детские такие читалочки, какие-то песенки там, да? Чур, я в домике. Вот я когда прихожу домой, все, я в домике. У меня все хорошо, все остальное остается с абортом вне моей семьи. И за это им большое спасибо. Я их люблю.